Церковь – она мать. Если человек был крещён в православии, то церковь – его мать. И не надо думать, что мачеха будет более приветливой. Может, она какое-то время и будет делать какие-то реверансы, но впоследствии, я думаю, что каждый увидит, где мать, а где родная мать, а где мачеха. Поэтому я как-то рассказывал одну такую историю. И очень часто люди отшатываются в какой-то там баптизм или адвентизм из-за того, что они начинают видеть в церковь какие-то недостатки. Ну, а что, у родной матери нет недостатков, например? Мы тоже их можем видеть, да. Но мы же их прощаем по-человечески. Так я вот рассказывал, как эта история. Хотел бы я в завершение сегодняшней нашей встречи повторить, что в семинаре однажды был такой молодой человек, который говорил, что вот в 90-е годы церковь связалась с КГБ, там много чего, и всякое там красно-революционное, коммунистическое и прочее. И приставал так и говорил, что вот так, как же так. И тогда ему было посоветовано съездить к кому-нибудь более опытным старцам и спросить у них, да. И тогда, когда он уехал, то приехал обратно, то у него был ему задан такой вопрос. Ну, что ты там поговорил? Ну, поговорил. Ну, и что? Ну, говорит, старец меня слушал целый час. Ну, и что? Ну, потом он меня спросил, а тебя вообще где крестили? Он ответил, ну, где-где? В Москве, там, в таком-то храме. А, ну, вот ты в первом классе семинарию учишься? Ну, да. Ты же знаешь, что такое крещение? Знаю, что? Рождение. И вот тогда, говорит, старец сказал, так вот, церковь, она тебя родила, а значит, она твоя мать. Может быть, по человечеству она сегодня и больна, но больную мать не оставляют. Ну, иди с Богом. Он пошел. Поэтому все крещеные в православной церкви не оставляйте свою мать. Вернитесь к ней.